Комитетом Народного Совета ДНР по бюджету, финансам и экономической политике на осеннюю сессию выносится три новых законопроекта о едином взносе на общеобязательное государственное страхование, о регистраторах расчетных операций и о государственном материальном резерве. 22 сентября состоялось заседание вышеупомянутого комитета, главной темой которого являлось обсуждение законопроекта о едином взносе на общеобязательное государственное страхование. Документ будет призван определять правовые и организационные основы обеспечения сбора и учета единого взноса, порядок начисления его уплаты, а также полномочия государственных органов, которые контролируют сбор и ведение учета взносов. Проект закона прописывает те моменты, которые учитывают, как субъекты хозяйствования, по каким ставкам они должны уплачивать единый взнос. В принципе, в данном случае нет для наших предпринимателей ничего нового. Это та же система, которая была ранее до принятия этого проекта закона, работал порядок, по которому они осуществляли отчисления на единый взнос по общеобязательному государственному социальному страхованию. Тот же принцип работы был и в Украине. Ставки не меняются, естественно, есть исключения, как и было ранее, на что не начисляется, из чего не отчисляется единый взнос. Также в проекте прописаны те фонды, это непосредственно пенсионный фонд, фонд по безработице, фонд несчастного случая, как распределяется этот взнос и в каком процентном соотношении идут отчисления. В ходе создания данного законопроекта для того, чтобы услышать все мнения и пожелания, Комитет по бюджету, финансам и экономической политике плотно работал с Министерством труда и социальной политики ДНР, Министерством доходов и сборов, а также со всеми профильными государственными предприятиями и фондами. В нами также был разработан временный порядок. Этот временный порядок и лег в основу нового законодательства. По сути, ничего глобально здесь не поменялось. Суммы будут поступать единообразно единого взноса на общий распределительный счет. После этого в течение рабочего дня эти суммы будут разбрасываться по остальным заинтересованным фондам. Часть уйдет в пенсионный фонд, часть идет в центр занятости, часть идет по временной нетрудоспособности. В дальнейшем эти фонды, эти деньги будут использовать по своему назначению. То есть люди, незащищенных слоев, в результате будут получать и мамочки деньги, и пенсионеры, и инвалиды. Вот как бы основная концепция этого закона. Ранее государственные компании платили 28% от доходов в фонд социального страхования. Законопроект призван уравнять взносы госпредприятий. Теперь ставка единого взноса для субъектов хозяйствования государственной и частной форм собственности составит 31%. Дарья Чернична, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.